Я занимаюсь уже несколько лет темой телесности, и в частности я исследую современное искусство и такое его направление, как перформанс. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто хотя бы что-то слышал о перформансах, знает каких-либо перформансистов. О, ну зал просвещенный. Но даже те, кто, я думаю, никогда не слышал о перформансе, я думаю, для них будет актуальна речь о таком виде искусства. И вот почему. Занимаясь темой телесности, я все больше и больше осознаю, что современная культура оказывается глубоко телесно-ориентированной. Современные повседневные практики, ухода за телом, спорт, диеты, медицина, пластическая хирургия, всякие боди-модификации, татуировки, элитарные художественные практики, связанные с танцем, перформансом, живописью и так далее. Все они так или иначе переосмысляют статус тела в жизни человека. И для нас это кажется чем-то естественным, чем-то очевидным, что человек интересуется собственным телом. Или что он хочет, не знаю, ухаживать за телом, принять душ в конце концов. Но это кажется для нас естественным. Если мы возьмем человека даже полвека назад, столетия назад, для него это будет казаться чем-то неестественным. Такое тщательное блюдение за собственным телом. Я читала исследования насчет советской телесности. И вот когда Советский Союз распался, то очень много возникло всяких европейских продуктов, которые появились на нашем рынке. И нашему русскому человеку необходимо было понять, зачем ему пользоваться гелем для душа. Или зачем ему нужен кондиционер для волос. Для него это все было очень странным. И на самом деле интерес к телу появляется довольно-таки поздно в истории европейской культуры. И в том числе русской тоже. Потому что вплоть до середины 19 века человеческое тело воспринималось как что-то скорее негативное. Или нейтральное для человека. Например, в античности Платон учил искусство умирания. Он говорил, что философ должен быть счастлив, когда он умирает. Потому что в момент умирания его душа отделяется от тела. И только в этот момент душа может непосредственно созерцать истину. Возьмем новое время, 17 век. Возьмем Декарта. Декарт решает проблему соотношения души и тела. Как же они соотносятся в человеке? Да, тело человеку мешает. Оно искажает поступающую из ней информацию. И Декарт приходит к такому выводу, что я есть мышление. Тело – это что-то такое случайное, побочное человеке. Но с середины 19 века ситуация кардинально меняется. Появляются такие влиятельные философы, которые начинают говорить довольно-таки скандальные вещи. Если для Декарта я есть мышление, то Ницше заявляет такую довольно эксцентричную вещь. Он говорит, что человек есть только тело, исключительно тело, и то, что мы называем душой, это лишь слово для того, что есть в нашем теле. Идем дальше. Феноменологическая школа. В лице своих представителей Гусарли и Мерлопонти говорят, что да, есть человеческое тело как объект, как что-то пассивное, на что можно влиять, что можно изучать отдельно от сознания. Но это предмет естественных наук от человека, медицины, вот патологоанатомы в этом преуспели. Они изучают тело как вещь, они могут его препарировать, изучать. Но все меняется, когда речь идет о моем теле, о собственном теле, где мы не можем уже различить сознание и тело. Они уже представляют собой нерасторжимый союз. Фрейд продолжает эту логику. Когда он интересуется, как же возникают психические болезни, это результат физиологических процессов, либо ментальных процессов, он говорит, что да, человеческое я в первую очередь телесно. И последующая современная философия вплоть до наших дней начинает развивать именно эту логику, именно эту мысль о том, что европейский интеллектуал слишком переоценил роль рацио, роль мышления, роль сознания и истощил свое телесное бытие. Он подавляет свое тело. И параллельно интеллектуальной мысли этой же темой занимаются художники. Так, вот, здесь представлен слайд. Это русские футуристы. Я думаю, кто-то уже отгадал, кто справа изображен. Кто-нибудь знает, кто это? Маяковский. Вот, все верно, да. Владимир Маяковский был одним из представителей русских футуристов. И, ну, фотография нечеткая, но видно, что у них что-то с лицами. По-моему, вот, человек посередине, я могу ошибаться, но это, по-моему, один из братьев Бурлюк. Один из Бурлюков. И у него на лице нарисованы черные кошечки. Очень минималистичные. Так вот, русские футуристы выпускают, пишут манифест, который называется так. Почему мы раскрашиваемся? Одновременно с ними в Европе немецкие тадаисты начинают создавать очень странные вещи и начинают устраивать концерты. Ну, вот, примерно, представьте, что это Цюрих, что я тадаист, и я начинаю, представляете, я сейчас начну вас оскорблять, я начну на вас материться, говорить, что вы ленивые свиньи, что вы слишком молчаливая публика. Ну, в общем, я начинаю так в течение всего выступления вас, как бы, доканывать. И, по сути, выступления немецких тадаистов каждый раз заканчивались драками и вызовом полицейских. Вот, казалось бы, что общего между немецкими тадаистами и русскими футуристами, которые, в принципе, ходили таким образом по городу. Я думаю, что они являются такими предшественниками перформанса, которые начинают уделять внимание именно телесности. Итак, перформанс — это направление современного искусства, и здесь они оригинальны, я здесь апеллирую к историкам искусства, которые определяют современное искусство так, как совокупность художественных практик, которые возникают во второй половине XX века. И одной из такой практик является перформанс. Что же это такое? Перформансист — это такой художник, который отказывается от традиционных выразительных средств, от красок, холстов, кистей, внешних материалов, и главным инструментом его творчества становится собственное тело. По сути, в каком-то смысле это тоже является минимализмом, поскольку художник выбирает минимальные выразительные средства, чтобы максимально точно воплотить свою идею. Конечно, перформансисты решают различные задачи. Можно даже классифицировать перформансистов, исходя из тех задач, которые они решают. можно классифицировать их, например, так. Есть перформансисты, чье тело можно концептуализировать как тело жертвы. Например, китайские акционисты 70-х годов, но они до нас слишком далеки, непонятно, мы их оставим в покое. Вспомним наших отечественных перформансистов, которые всячески поднимают социальные проблемы, страдают. Например, возьмем Павленского, который создает свое перформансистское тело как тело жертвы, как человека, которого репрессирует социальная система, и его тело страдает. Он устраивает перформансы, в которых как бы демонстрирует степень своего страдания. Возьмем европейских, в том числе русских, американских феминисток. Феминистки демонстрируют в своих перформансах что социальное устройство создано по мужской логике, по логике матриархата, и женщина социально-онтологически оказывается жертвой. Женское тело подавляется, оно не рассматривается как творческое, как свободное, женское тело скорее воспринимается как товар, как красивая вещь, как объект, но не как личность. И феминистки с помощью своего тела демонстрируют эту уже, мне кажется, банальную мысль. Но дело в том, что нужно подчеркнуть этот важный момент, что современная культура накопила огромное количество фактов, артефактов, знаний о истории культуры, социальной, человеческой истории, политической истории, истории искусства, но вся эта история, все эти знания воспринимаются нами по большей частью как с помощью рассудка, как информация. Мы ее принимаем к сведению, но для того, чтобы она стала частью нашей собственной жизни, необходимо ее прожить. И важную мысль высказывает в начале, ну, первой половине XX века теоретик театра Антона Нарто, когда заявляет, что европейский человек истощен. Он воспринимает идеи только рассудком, но не телесно. И это его большая проблема. Он слишком умный, но несчастливый, негармоничный, и те идеи, которые у него есть в голове, они им не пережиты, как собственный опыт. И только тело способно дать человеку тот опыт, воспринять некую информацию, знание, как личный опыт, который станет частью твоей личности, частью твоей картины мира. И попрошу следующий слайд. Я говорила о теле жертвы. Есть еще тело, которое можно концептуализировать как тело коммуникации, которое как раз хорошо иллюстрирует эту идею о том, что есть знания, которые воспринимаются рассудком, а есть знания, которые воспринимаются телесно. 1 февраля 1995 года Александр Бренер, представитель московского акционизма, выходит на лобное место в Красной площади. У него боксерские трусы, боксерские перчатки. Он выходит на ринг и кричит очень громко «Ельцин, выходи!» и по-моему еще кто-то кричал «Выходи подлый трус!» Как вы думаете, «Ельцин вышел?» «А он слышал?» «Он вывышал?» «Он не мог, он пьян!» «Вот, у нас множество интерпретаций. Ну, правильный ответ, «Ельцин не вышел». Немецкий социолог Зигмунд Бауман говорил о том, что сегодня, несмотря на то, что мы все кричим о том, что сегодня у нас развита демократия, он указывает на то, что существует огромный пробел в важном принципе демократического общества. Бауман указывает на то, что сегодня отсутствует такое важное место, как Агора. Это место споров, диалогов, вообще коммуникации отдельного человека с государством, с политиком, с элитой, с аристократией. И в античности Агора существовала, любой желающий, у которого были какие-то претензии, предложения, книга жалоб предложений, она, в общем-то, существовала в античности, и любой человек мог пообщаться с правителем и высказать свои претензии, любой свободный гражданин Греции. И Бреннер, по сути, пытается восстановить этот важный демократический принцип, принцип огоры, идет на Красную площадь, и пытается установить прямой контакт своей пращей элитой. И по сути, с помощью своего тела такого перформанса, пусть да, эксцентричного, провокативного, он констатирует, что времена прямой античной демократии закончились. Что сегодня для человека политик предстает только в каком-то медийном образе, что он отчужден от народа. То есть вот эти все банальные вещи, которые мы в общем-то и так знаем, но проблема как специфика перформанса заключается в том, что вот эти банальные вещи мы знаем рассудочно, но только через перформанс мы можем их прожить. и помимо тела жертвы, тела коммуникации существует еще, ну я выделю несколько видов, например, тело как трансгрессия. Есть такие художники, которые исследуют возможности собственного тела. Да, тело европейского человека было долгое время подавленным, репрессированным, рассудочной частью, и современный человек пытается как бы заново переосмыслить значение собственного тела, открыть его внутренние резервы. И перформансистское тело как тело трансгрессии такой концепт относится к двум группам людей. Есть люди, которые стремятся раскрыть внутренние резервы собственного тела. Ну, например, те люди, которые подвергают свое тело каким-либо испытаниям, боли, страданиям, чтобы понять, на что способно его тело. Есть такие художники, которые налаживают контакты, диалог с учеными и пытаются с помощью медицины или каких-либо современных технологий позволить через них расширить возможности собственного тела. Ну, это такие художники, которые можно называть киборгами, трансгуманистами, которые пытаются преодолеть собственную человеческую природу или какие-то расширить пределы телесных возможностей. Ну, здесь могут быть разные примеры. Есть такие более серьезные примеры, которые действительно показывают, что человек может расширить свои возможности. Например, есть такой художник, который родился дальтоником, но он очень хотел рисовать всю жизнь. И с помощью ученых ему в голову инсталлировали такое устройство, похожее на провод, которое считывает цвета и переводит эти цвета в звуки. И этот художник воспринимает не цвета, а набор звуков или мелодий. И по этим мелодиям ориентируется какого цвета стулья синего, куртка коричневого цвета, сумка красно-синего. То есть он действительно может с помощью этих устройств воспринимать цвета и рисовать, быть художником. Есть такие примеры более странные, еще страннее, чем человек со шлангами, который торчит из головы. Есть австралийский художник, который с помощью ученых в лабораторных условиях вырастил собственных тканей третье ухо. Он вырастил это третье ухо и присадил куда-то на локоть себе левой руки и в ближайшее время планировал туда инсталлировать датчик и Wi-Fi для того, чтобы любой желающий мог присоединиться к его уху и услышать, что происходит вокруг него. И можно запустить видео. Это видео одного из очень известных перформансов, который произошел в мае 1974 года. Его исполнил немецкий перформансист Йозеф Бойс. Он называется «Я люблю Америку, а Америка любит меня». Йозефа Бойса очень интересовала история Америки, особенно тот момент, когда европейцы начали переселяться в Америку и вытеснять индейское население с их собственных земель. И Бойс придумал такой простой перформанс. Он поехал в Америку, пролетел в Америку, из аэропорта его люди его перетащили на носилках до машины скорой помощи, чтобы он не ступал на американскую землю, и перевезли его в галерею современного искусства. Там он должен был прожить три дня, не выходя из этой камеры, и он должен был прожить их вместе с диким, свежеотлобленным койотом, неприрученным, который ни разу до этого не видел людей. И суть заключалась в том, что Йозеф Бойс как белый европейский человек вступил на эту землю, где обитал дикий неприрученный койот, и должен был установить коммуникацию с этим диким животным. И если вначале койот рычал, кусал Бойса, вел себя очень агрессивно, то в течение некоторого времени животное начало смягчаться, а уже конец третьего дня койот к нему подошел и дал себя погладить, и облизал руки Бойсу. Вот казалось бы, что здесь примечательно, что здесь художественного? На самом деле Бойс показывает аналогию. Я как белый европейский человек приехал на чужую землю, и вот я встретился с диким неприрученным животным. И даже я смог найти с этим неприрученным животным связь, найти способ с ним пообщаться, наладить дружественный контакт. Так почему же те европейцы, которые приехали на чужую землю, не смогли с людьми наладить отношения? И Бойс проблематизирует эту ситуацию, показывая, что даже животное можно установить контакт, а почему-то европейский очень разумный, рассудочный человек с высокой культурой не смог это сделать с другим человеком, представителем другой культуры. В заключение я хотела бы сказать, что перформанс отличается от театрального действия, хотя оно может на него походить, конечно. То есть перформансист вроде бы исполняет какую-то роль на глазах у публики, ему обязательно нужен зритель, но это не театр, ведь в театре актер что-то исполняет, он демонстрирует некий опыт. Специфика перформанса заключается в том, что перформансист создает условия, находит какое-то пространство, где может реализовать свой личный телесный опыт. И плохой перформанс заключается в том, что зрителю то, что делает перформансист, может казаться нелепым, плохим, банальным, скучным, каким-то повтором, но даже в таком случае перформансист получает какой-то новый телесный опыт, который влияет на его идентичность, на его как на личность, на человека, хороший перформанс заключается в том, что даже зритель, считывая идею перформансиста, получает также новый опыт через сопереживание и эмпатию к телу художника, потому что тело, оно все-таки имеет свои коннотации, имеет свои символы, знаки, и мы, когда смотрим на телодвижение другого человека, на его страдания или удовольствия, мы ему сопереживаем. Подводя итоги, я хотела бы сказать, что перформанс это такая попытка реабилитировать телесность, которая на протяжении долгой европейской мысли оказывалась подавленной. Спасибо.